Евгений Довыденко всего несколько месяцев назад возглавил областную федерацию хоккея. И чтобы эффективно работать в новой должности, сразу прошел курсы повышения квалификации. Не где-нибудь, а в Сочи, в Олимпийском университете, где принял участие в обучающей программе управления спортивным клубом. Получены знания, которые будут в любом случае применены к нашей работе, как в структуре самой, как в организации работы, ну и как вообще развитие хоккея в Ленинской области. Потому что помимо всего этого обучения, существовало знакомство с коллегами других регионов. Мы обменялись опытом, какими-то настройками. Поездка Довыденко в Сочи – это плод работы регионального Олимпийского совета. В знак благодарности молодой специалист решил презентовать в библиотеке совета ценную книгу «Олимпийский маркетинг». Кроме Довыденко, подобные курсы прошли в уходящем году более 80 ульяновских специалистов спорта. А направление обучения и получение дополнительных знаний стало одним из главных в работе президента Олимпийского совета области Олега Колмыкова и его коллег. Наш офис, вы знаете, всегда полон людьми. У нас всегда бурные дискуссии, чаепития, споры. Тодрак, слава богу, не доходит. И, как сказал губернатор, мы стали реальной экспертной площадкой, на которой вырабатываются решения, мнения. Они превращаются потом в рекомендации и советы. 8 миллионов рублей привлечены олимпиониками из федерального бюджета в областной в 2018 году. Региональный совет был одним из самых активных в конкурсах президентских грантов. Проекты «Школа молодого тренера», а также «Путь к вершине» позволили получить новые знания многим ульяновским наставникам. Кроме того, на средства президентского гранта в регионе прошел фестиваль единоборств с участием спортсменов России и Китая. Я думаю, что Олимпийский совет у нас работает в правильном направлении, и сама позиция правильная, и сам состав у нас достаточно серьезный. Это говорит о том, что, думаю, что перспективы достаточно хорошие. Впрочем, в Олимпийском совете не почивают на лаврах. Ведь в уходящем году нерешенными остались многие вопросы. Например, так и не удалось установить бронзовые бюсты трех ульянских олимпийских чемпионов – Крылова, Константинова и Захаревича. Реализовывать этот проект, а также вырабатывать предложение в 233-й постановлении Ульянской области, которое регионтирует поощрение ведущих спортсменов региона, предстоит уже в новом 2019 году. Михаил Сашанский. Новости ульянской правды. Новости ульянской области. 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 Новости ульянской области.